8 января 1977 года в 18.05 здесь совсем недалеко от Лубянки на улице Никольская, вот в этом здании, в котором находился тогда гастроном номер 15, в торговом зале прогремел взрыв. За полчаса до этого был подорван поезд в метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская. Еще через пять минут после этого взрыва прогремел еще один у магазина номер 5, совсем недалеко отсюда, по этой же улице. Это была самая крупная террористическая вылазка за последние 50 лет. В результате погибло 7 человек, 37 ранено. Организаторов этих взрывов удалось задержать только спустя 10 месяцев, во время подготовки очередного теракта на Курском вокзале. Это были жители Армении, Затикян, Скипанян и Багдасарян, члены армянской националистической группировки. Взрывы в Москве они устроили с одной целью – отомстить русским за угнетение, как они считали, армянского народа. Очередной взрыв террористы планировали провести во время Олимпиады. Этих и других экстремистски настроенных граждан взяли под контроль. Всего таких на территории Союза оказалось 415 человек. Я вышла в среднюю дверь. Я что-то помню, очень мало вышло. Напротив меня сидела женщина, прижав вот так ребенка крепко, в таком красном борту, я еще помню. И вот мы вышли, а там, я так глянула, народ прям валяется кучей, кучей. При взрыве в метро 8 января 1977 года пострадали 44 человека, 7 из которых погибли. Террористы предстали перед судом. Один взрыв произошел в метро, другой взрыв произошел на улице 25 октября в магазине. А третий около магазина на этой же улице в Урне. Ну а понимал он, что погибнут люди, ни в чем не повинные, в том числе, может быть, его соотечественники, армяне. Я знал, что должна взорваться бомба и должны быть жертвы. От этого я не могу отказать. Закладывал бомбу и знал, что должно взорваться. Я уже неоднократно заявил, что я отказываюсь от вашего судилища и никаких защитников не нуждаюсь. Я самец обвинителя, а не подсудимый. Вы не подвластен мне судить, поскольку жидороссийская империя не есть правовое государство. Это надо твердо помнить. Ибо из русской, из России, сегодняшний день Армения абсолютно никакой толка не имеет, никакой пользы. А вы имеете. Так что если будет беда, только беда будет для вас. Для нас не будет, ибо нам нечего потерять. Я хочу еще моим друзьям несколько слов сказать, поскольку уже мы... Своё последнее слово Затикян закончил призывом на армянском языке. Передай другим, что нам остается вместе. Вместе и еще раз вместе. Затикян и его сообщники приговорены к исключительной мере наказания. Смертной казни. Приговор приведен в исполнение. Спустя много лет некоторые журналисты, в первую очередь, пытались представить этих террористов как национальных героев. Вот как вы эту ситуацию могли бы прокомментировать? Ну... Террорист не может быть национальным героем. Я вот так считаю. Понимаете, преступление, которое направлено против ни в чем не повинных. Детей, вот, женщин, стариков. Ну, я считаю, что оно и во всем мире заслуживает осуждения. Продолжение следует... Продолжение следует...